Самая высшая тайна, которая есть в нашей земной жизни Это наша человеческая жизнь В чем ее смысл? Мы с вами не по своей воле рождаемся в этот мир Вот что-то происходит, и вдруг мы рождаемся Если мы вдумаемся, как могло быть из двух клеток отца и матери появиться человек Мы никогда даже не сможем ответить на этот вопрос И вдруг мы появляемся с вами, сто миллиардов клеток в каждом из нас Мы с вами имеем не только тело, мышцы имеем Но еще, смотрите, сколько органов, систем, все выстраивается Две капли отца и матери И вдруг из этих капель отца и матери появляется Появляется мы с вами появляемся Клетки руки, клетки руки, клетки ноги, клетки ноги, клетки глаза, клетки мозга Все на своем месте Но есть еще другой момент Мы с вами проживаем жизнь, и что дальше? И так мы появились тайно Как мы появились, как мы могли произойти? И вдруг мы появились, мы стали уже понимать эту жизнь И дальше надо уходить Надо уходить из этого мира Куда мы уходить должны? Мы должны умереть с вами? Вот в чем вопрос Животным не читают Евангелие Животным не говорят о Боге Животные не молятся Птицы не молятся Только человеку это дано Кто нас назвал человеком? Откуда пошло слово человек? Если мы с вами будем учиться в школе В детском саду, в школе В институтах, в университетах Мы нигде не услышим о том Откуда появилось имя человек У нас есть имя с вами человек Но нам никто об этом не говорит Что мы с вами человеки Мы не люди с вами, а мы человеки Откуда появилось имя человек? Когда мы любого человека Сегодня спросим Как появился этот мир Откуда взялась жизнь Что такое совесть Что такое ум Нам никто на это не ответит Что такое ум Нам кто-нибудь ответит Нам кто-нибудь ответит Что такое цветок Нам кто-нибудь ответит Что такое вода Нам скажут А вода это H2O Нет, вода это вода Одно дело вода Когда она замерзла Другое дело вода Когда идет снег Третья вода в море Четвертая вода в пруду Пятая вода в озере Шестая вода в реке Седьмая вода в океане Везде разная вода Горная река это своя вода Пруд это совсем другая вода Кто нам ответит на это А кто в нас закачал воду Скажите Мы на 80% состоим из воды Кто в нас ее закачал И зачем нам нужна вода Это в нас Смотрите Все с водой связано Растения растут с водой Человек живет с водой Все с водой Пищу мы готовим с водой Нас очень плохо учат И готовят для этой жизни Но только один нам сказал Тот кто нас сотворил Он нас назвал человеком Бог И что бы мы сегодня не говорили Нам никто ответить не может Как мог произойти этот мир Откуда взялась вообще материя даже Откуда взялась клетка Откуда взялось все это Живое существо Откуда зайцы зайцы Лисы лисы Зайцы не становятся лисами Если люди которые жили тысячи лет назад Они жили на этой земле Так же были лисы волки Так же медведи были Все так же было И никто не перешел Еще ни одна обезьяна не стала человеком А вот многие люди стали обезьянами Сколько людей сегодня стало обезьянами Сколько сегодня людей стало зверями Да какими хищными зверями Но что-то ни один медведь еще не стал человеком А вот медведей столько среди людей Не знаешь что ожидать Самое жестокое существо это медведь Когда мучили христиан в Риме В Колизее Я два раза был в Италии В Риме два раза был И вот в этом Колизее Христиан первого века мучили Отрекитесь от Бога И выпускали на них Выпускали львов Львы были такие добрые иногда Ложились у ног христиан И лизали их ноги Но медведи Это такая скотина Жестокая Ничем невозможно ее Углажить Поэтому мы с вами видим Что кто нас назвал человеками Бог нас назвал Сотворим человека По образу и подобию нашему Стал Сказал Бог Творец Бог Троица А кому он обращается И говорит Сотворим человека По образу и подобию нашему Кому он обращается Оказывается Бог есть Бог Отец Бог Сын Бог Дух Святой Но Бог это не дедушка с бородой Который где-то летает И все управляет всем Когда Юрий Алексеевич Гагарин Полетел в космос Одна девочка Школьница Пионерка Пришла домой И бабушке говорит Бабушка Юрий Алексеевич Гагарин Полетел в космос А Бога не видел Бабушка ей сказала Внученька Может быть Юрий Алексеевич Не долетел до него А потом подумала И сказала А может быть Боженька Ушел в это время куда-то Вот смотрите Какая мудрая бабушка Да нет Это же не дедушка с бородой Который где-то летает Бога сказано Никто не видел Потому что Бог есть Дух Мы с вами знаем О том Что есть воздух Или не знаем Есть воздух Покажите Где воздух Где воздух Покажите Мы с вами знаем Что есть ум У нас Знаем Что есть ум Конечно знаем Покажите Где ум Вы слышите Что я сейчас говорю А вы видите Что это звук Мы же звук не видим Поэтому мы многое Не видим В нашей жизни И в этом мире Многое не видим Мы не видим Например Ангелов Мы не видим Бесов Падших Ангелов И когда приходит Человек в церковь Божью Он здесь Все ответы получает Как сотворен Этот мир И кем Сотворен Этот мир Он узнает В чем цель И смысл Нашей земной жизни И мы говорим Господи В чем же цель И смысл Нашей жизни Оказывается Бог от нас Ожидает только одного Чтобы мы снова Стали человеками Снова стали человеками А мы кто Кто мы с вами Сейчас Мы с вами Профессионалы Мы с вами Родители Мы с вами Отцы Мы с вами Матери Мы с вами Специалисты Бухгалтеры Доярки Комбайнеры Трактористы Мы еще С вами Должностные Лица Мы с вами Главы Муниципального Образования Мы с вами Председатели Сеть Совета Мы с вами Занимаемся Образованием Профессионалы Здравоохранением А Богу Нужно Чтобы мы Снова Стали Человеками Сегодня Никто Не занимается Человеком И если Мы знаем С вами Даже Царь Император Будет Злодей Значит Он как Человек Злодей Значит Его Не подготовили Значит Его Не образовали Не обучили Не воспитали А если Мы с вами Больные Значит Нам Мы почему-то Заболели Почему Мы заболели Вы никогда Не думали Почему мы Заболели Что Является Причиной Нашей Болезни И на все Это Нам дает Ответ Бог Наш Дает Если бы Я вышел Перед вами И сказал Вы знаете Я никогда В жизни Не болел Я всю жизнь Был здоровым Смотрите Какой я здоровый Ничего подобного Я очень болел Я такой болельной Был страшно Когда пришел Из армии У меня не было Органа здорового Никакого Язва 12 перстня кишки Хронический калит Хронический холецистит Аппендикс Убрали Гланды Убрали Я мучился Нулевая кислотность Три нуля Все Я не думал Даже Что я доживу До 25 лет Лежал В больницах По 2-3 раза Каждый год Жил в Москве Во всех Московских больницах Один раз Даже лежал С дочерью Хрущева Все прошел Это Я все это Прошел Ну я мог И тогда Подумать Что я доживу До такого Возраста Почему мы Болеем с вами Господь нам Напоминает Что мы Неправильно Живем Если мы Думаем Что мы Неправильно Питаемся Это Совсем Другое А чем Питались Люди В блокадном Ленинграде А чем Люди Во время Войны Питались Когда люди На полях Работали Колосок Нельзя Было Сорвать За Колосок 25 лет 25 лет Чем Они Питались Лебедой Питались Все Что Подпогадалось Под руки Лебеды Даже Не Было Поэтому Вопрос Не В пище Которую Мы Будем Есть Или Едим Слепая Матрона Слепая Матрона Сказала Да Придет Голод Будет Такой Голод Что Есть Нечего Будет Глину Христиане Будут Есть Глину И Будут Есть Как Хлеб Может Все Бог Сделать Когда В Иваново В 70-е Годы Прошел Смерть По Ивановской Области Смерть Прошел Страшная Штука Смерть От Земли До Неба Идет Вихрь Все Смывает Захватывает Трактора Поднимает Дома Поднимает Смотрите Смерть Мы говорим Смерть Что это Такое Стихийное Бедствие Это Стихия Какая Оказывается Я Разговаривал С людьми Говорю А как Смерть Этот Все Губил Нет Не Все Губил Дома Где Люди Молились Смерть Обходил Как Может Быть Такое Дома Где Были Иконы Обходил Смерть Дома Где Люди Ходили В церковь А их Осталось На храмах Раз Два И Обчелся В Нижнем Новгороде Всего Три Храма Было На Весь Нижний Новгород Три Храма И Оказывается Смерть Умнее Людей Смерть Обходил Дома Где Были Христиане Где Молились Поэтому Чтобы Нам Стать Снова Человеками Чтобы Нам Стать Снова Людьми Нам Нужно Что То Сделать Нам Нужно Что Сделать Кто Нас Может Снова Человеками Сделать Только Бог Поэтому Сегодня Мы Говорим С вами Нас Исковеркали Искорежили До предела Но Знаем Мы Закон Не знаем Это Не имеет Значения Незнание Закона Не освобождает От ответственности Если Я Иду На Красный Свет Что Может Выразойти Дорожно Транспортное Происшествие Значит Надо Знать Что Идти Нужно На Зеленый Свет Поэтому Сегодня Мы С вами Говорим О чем Мы Говорим Господи Как нам Жить И Господь Нам Говорит Без Меня Творить Ничего Не Можете Где Наши Браки Где Мужчины Где Наши Дети Где Наши Внуки Что С нашей Землей Стало Посмотрите Без Меня Творить Ничего Не Можете Пытаются Ученые Что То Делать Ничего Не Получается Отравили Землю Смотрите Земля Уже Без Химических Удобрений Ничего Не Дает Не Рожает Ничего А Раньше Наша Земля Какая Была У Всех Были Коровы Птицы Все Занавожено Было Некуда Навоз Дливать Было И И Когда Люди Жили С Богом В Каждом Доме Было По 8 По 10 15 Детей Поговорите С Людьми Которые Уже Сегодня С 30 Года Они Помнят Даже Это Время Какие Были Деревни Какие Села Были Господь Говорит Без Меня Творить Ничего Не Можете Но Есть Тайна Остается А Что Будет С Нами Дальше Что же С Нами Будет Дальше Как Мы Дальше Будем Жить И Будет Ли Вообще Жизнь Дальше Нам Говорят Нет Вы Умрете И Все Больше От Вас Ничего Не Останется Врете Останется Все Останется Наша Душа Останется И Бог Который Родился На Земле В Образе Человеческом Он Сказал Какой Выкуп Даст Человек За Душу Свою Ни Желудок Который Нужно Набить Пищей Ни Одежда Которой Нужно Одеться Обуться Ни Профессия Ни Должность И Господь Даже Говорит Что Если Человек Даже Весь Мир Приобретет Весь Мир Над Всем Миром Правителем Будет А Душе Своей Повредит Что Толку От Этого Он Говорит Он Говорит Душа Наша Потому Что Душа Переводится На Наш Язык Жизнь А Где Душа Мы Не Видим Душ Но Сейчас Мы Придем С В Школу И Скажем Дети Поднимите Руки У Кого Нет Души Никто Не Поднимет Маленький Ребенок Уже Знает Что Душа У Него Есть Потому Что Это Самое Драгоценное Ему В Школе Никто Не Говорит О Души Но Господь Еще Говорит Что Кроме Души Есть Еще Сердце В Нас И Вот От Этого Сердца А Нашего Зависит Качество Нашей Души Посмотрите Как Нас Обманули Нам Никто Об Этому Не Сказал Ничего Никогда Сердце Наше Молите Мы Молимся Мы Молимся С вами Вот Сейчас Я Полтора Часа Ехал Давал Все Время читал Молитвы Читал Мне Божие И Дух Прав Обновил Утроби Моей Что Это Такое Сердце Чисто Как Это Чистое Сердце Сделать Значит Сердце Может Быть Грязным Может Быть Чисто Может Быть Добрым Может Быть Злым Может Быть Зависливым Смотрите Сердце Наше И Бог Который Сотворил Человека Который Сотворил Человека Он Бог Нам Говорит В Сердце Блуд Все В сердце Наше Во Какое Сердце Наше Оказывается Сердце Наше Умное Сердце Наше Помнит Сердце Любит Или Ненавидит Сердце Осуждает Или Завидует Посмотрите Сердце Какое Наше Какой Орган В нас Сердце Предчувствует Когда Война Началась В 41 Году В нашей России В Советском Союзе Многие Люди Уже Говорили Скоро Война Будет Уже Пречувствовали Это А мы Сейчас Не чувствуем Что беда Какая-то Надвигается Мы Чувствуем Какая-то Начинается Беда Не поймем В чем Дело Нервничаем Все Посмотрите Как мы Нервничаем Мы Чувствуем Что-то Идет Не то Что-то Не то Что-то Готовится Но Даст Господь Войну Или Не даст Мы Не знаем Что Это Может Дать А может Не Дать Бог Управляет Этим Миром Я Прожил Большую Жизнь Я Занимался Наукой Я Занимался Политикой Чем Я Только Не Занимался В жизни Я Был Очень Одаренный Человек Спортом Музыкой Все Что Ей Всем Занимался И Вдруг Пришел Я К Выводу Нет Мы Живем На Территории Бога Мы Живем На Земле Бога И Бог Управляет Если Он Сотворил Этот Дом Этот Дом Планеты Нашей Земля Он И мы Управляем Когда Мы Приходим Кому То В Гости Мы Знаем Что Хозяин Есть В Доме А Кому Этот Огород Принадлежит Этот Огород Принадлежит Насте Настя Управляет На этом Огороде И Уже Никто Не Придет Другой На Этот Огород Это Ее Огород Это Ее Дом Так И Земля Наша Бог Сотворил Эту Землю Он Им Управляет Этой Землей Он Нам Дает Закон Жизни Он Нам Дает Цель Смысл Жизни Поэтому Сегодня Мы С вами Мы С вами Сегодня Должны Понимать Что Мы Как Люди С вами Дадим Ответ Богу Он Нас Сотворил Человеками Вот Этой Матери За Эту Сашеньку За Эту Девочку Надо И Будет Отвечать Она Ее Подготовила Сашеньку Для Взрослой Жизни С Каждой Учительницей Будет Спрошено А Ты Подготовила Его Для Взрослой Жизни Ученика Своего С Каждой Бабушке Будет Спрошено Не За То Что Мы Конфетки Приносим А Научили Мы Детей Готовить Пищу Научили Мы Работать На Огороде Научили Мы Мы Посуду Научили Стирать Трусики И Носочки Научили Их Ухаживать За Взрослыми До Революции Каждый Ребенок В три Года Уже Начинал Качать Люльку Брата Или Сестры Которые Рождались Это Его Было Первое Дело Служение Если Если Служить Не Будем Друг Друг Что С Нами Будет Если Муж Не Будет Служить Жене Своей Жена Не Будет Мужу Служить Родители Детям Дети Родителям Учителя Ученикам Врачи Своим Пациентам Священники Своей Пастве Что Будет Если Мы Не Будем Служить Друг Друг Что Такой Любовь Скажите Что Такой Любовь Кто об этом говорит? Нам говорит об этом учителя? Нам говорят об этом правители? Нет, об этом нам говорит Бог. Бог нам говорит, заповедь новую даю вам, любите друг друга. Если любовь иссякнет на земле, конец человечеству. Поэтому сегодня мы говорим, Господи, а что такое любовь? Как нам понимать любовь? Господь говорит, нет выше того человека, кто душу свою положит за други свои. Зачем ты хочешь быть правителем? Я хочу быть правителем, чтобы людям служить, людям помогать. Поэтому сегодня мы вспоминаем слова нашего народа, мудрость нашего народа. Даже это не мудрость, это премудрость. Без Бога не до порога наш народ говорил. Еще что наш народ говорил, что посеешь, то и пожнешь. Ну давайте будем сеять деньги с вами, деньги будем сеять. Они вырастут? Нет. Ну как так? Мы перестали общаться родные даже, мы родные даже перестали общаться. Раньше каждое воскресенье то у одних родных собирались, то у других, то у третьих. Я в Москве жил, то к нам приезжали родные, то мы ездили. Каждое воскресенье пели песни, говорили, рассказывали. Я, маленький ребенок, слушал, как говорили и старшие. Сколько они слов говорили, сколько мудрости было, сколько шуток было, сколько рассказов, воспоминаний было сколько. А что сегодня говорить, когда все вымирает на наших глазах? Поэтому сегодня мы видим с вами, что без Бога не до порога ничего не получается. Поэтому сегодня мы должны прилипиться к Богу. Национальная идея России только одна – без Бога не до порога. Никогда еще не было на нашей земле, чтобы наш народ жил без Бога. Но каждый раз народ обращался к Богу, к Божьей Матери. И Россия называлась Дом Пресвятой Богородицы. Все, без Божьей Матери ничего не делали. Божьей Матери, помоги. Помоги в родах, помоги в зачатии, помоги в делах хозяйственных. Все было только с Богом, с Божьей Матерью, с ангелами, со святыми. Каждый из нас носит имя святого. Как мы дорожили отчеством. Все называли себя по отчеству. Сегодня и отчество даже отменили. Как будто у нас отцов не было. Поэтому сегодня нам, милость великая Божья, что хоть храм этот существует, еще он не расписан. Поэтому сегодня я умоляю и прошу вас, думайте об этой жизни. Думайте о этих детях, о внуках своих думайте. Научите их всему, что вы знаете, все, что вы умеете. И всегда помните о том, что никто из нас никогда не умрет. Никто не умрет. Тело наше закончит наша жизнь. Тело умереть не может. Наши клетки перейдут в землю и будут продолжать жить. Все, земля живая. Наша планета, земля живая планета. Она не мертвая планета, она живая. Все живет, все движется. И вода живая, и воздух живой. И земля наша живая. Все живое. Даже на землю плевать нельзя, на землю. Земля живая наша. Но наше тело взято от земли. Господь взял от земли наше тело, но вдунул в него душу живую. Вот где весь смысл. Мы отличаемся с вами от животных, от птиц, от насекомых, тем, что в нас вдунут дух Божий вдунут. И мы никогда не умрем с вами. Наша душа вечно будет жить. Вот в чем весь смысл. И Господь сегодня в Евангелии говорит, не бойтесь убивающих тела, бойтесь душу, когда убивают человека. Когда душа наша не знает Бога, не знает Духа Святаго. Я вам открою тайну. В эту весну, в 19-го года, вы будете все придете на свои огороды и начнете сажать семена. Посадите семена, а в этом году воды не будет. Воды вообще не будет. И солнце не будет, света не даст. Скажите, семена вырастут? Без воды есть солнце, вырастут семена? Не вырастут семена. А почему же мы для души своей не даем воду? А почему же мы для души нашей не даем солнце? А что это за солнце? Вы скажете, солнце светит, и воду мы пьем. Да не ту воду пьем. Христос, Сын Божий, Бог Слово говорит, я есть вода живая. Мы пьем воду живую, мы читаем Священное Писание, мы читаем Евангелие, не читаем. Мы с вами исповедуемся, мы причащаемся часто очень. Это вода живая. Что еще нам Господь говорит? Я свет миру, я свет миру, Бог свет миру, а не солнце свет миру. Солнце светит для нас, для земли, для нашего тела. А что нам нужно? Где наша душа имеет Духа Святаго? Вот о чем, о каком свете речь. Вот о какой воде идет речь. И когда Христос беседовал с самарянкой у колодца, Он говорит, я вода живая. Мы должны жить по закону Бога, все и правители, люди всех национальностей, всех вероисповеданий, все должны жить по закону Бога, потому что Бог сотворил этот мир. Мы должны знать заповеди Бога. Что такое заповедь? Пределы нашей свободы. Это можно, а это никогда нельзя. И Господь нам в заповедях полагает, что нужно в заповедях. Не укради, не убей, не прелюбодействуй, чьи отца и матери твою, не клевещи. А еще что нам говорит Господь? Блаженны нищие духом. А Господь говорит, нищие духом, а не деньгами, не пищей, духом нищие. Вот о чем идет разговор. Вот зачем люди уходили в монастыри. Для того, чтобы жить духом святым, чтобы питаться духом святым. Они отказывались себе в пище. Многие по 40 дней не ели. День и ночь молились, день и ночь молились, беседовали с Богом. Вот что такое дух святой. И жили по 100 лет. Господь им давал длительную жизнь. Бог может дать хоть 900 лет человеку жить. Все зависит от Бога. Не от врачей зависит. Даст Господь или не даст. Господь говорит, двое на поле. Один берется, другой оставляется. Поэтому я умоляю и прошу вас, помните об этом. И бойтесь этой вечной жизни. Бойтесь. Я вам открою тайну себе. Я боюсь умереть. Я не готов умирать. Я не готов. Я говорю, Господи, не дай мне смерти. Я не готов еще. Моя душа не готова. Поэтому мы на сегодняшний день мало питаем нашу душу Духом Святым. Мало. Мы мало сегодня. У нас нет времени сегодня помолиться. Сидим с утра до вечера у телевизоров. Слушаем эту музыку, эстраду, эту электронику. А дети наши, все, мы потеряли детей, они сидят в интернетах. Многие жены приходят, говорят, развожусь с мужем. Почему? Муж с утра до вечера в интернете сидит. Как в помойке в этой, сидит в этом интернете. Поэтому сегодня удивительный наш день, что мы служим здесь. Я снова приехал к вам послужить сюда. Как-то запомнилась мне прошлая служба. И сегодня я снова вижу вас. Сегодня я снова здесь, в этом захолустном, в этой селе, в этом захолустном. А вон какое-то живое такое село, живое такое. Удивительность. Они прям подъезжали. Такая радость у меня внутри. Думаю, сейчас снова всех вас увижу. Помню, как вы меня накормили в прошлый раз. Столько еды я в жизни не видел. Какая была, такого в Москве-то нет пира, какой здесь был пир. Поэтому сегодня я благодарю вас, что вы все оставили, пришли сюда. И сегодня мы тоже скажем благодарность тому, кто все сотворил. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok